Всем привет, меня зовут Иван Овсянников, я активист российского социалистического движения в Санкт-Петербурге. Пенсионная реформа — это не просто воровство из нашего кармана, это покушение на наше гражданское достоинство. И это не просто слова. В капиталистическом обществе статус человека определяется собственностью. Чем больше у тебя денег, тем больше стоишь ты сам. Если у тебя нет постоянного дохода, недвижимости, сбережений, то твои права превращаются в фикцию. Но в России большинство населения — это наемные работники. Они получают очень маленькую зарплату, которая не позволяет делать серьезных накоплений. От рабов, которые трудятся за похлебку и крышу над головой, мы пока еще отличаемся тем, что у нас есть общественная собственность. Это пока еще частично бесплатные медицина и образование. Это различные социальные выплаты и, конечно же, пенсии. Неверно думать, что все это благотворительность, которую сегодня дают, а завтра отбирают. Это социальные гарантии, завоеванные нашими предками в годы русской революции. Проблема в том, что государство, которое является распорядителем этих общественных фондов, превратилось в кучку несменяемых олигархов и служит интересам своего класса капиталистов. Богатым не нужны пенсии, не нужно бесплатное образование и здравоохранение. Все это они могут купить. Для них это дополнительное налоговое бремя, тогда как для нас, трудящихся, это почва под ногами. Капиталисты охотно превратили бы нас в рабов. И они делают это, постепенно отбирая трудовые и социальные права. РСД считает, что общественная собственность должна превалировать над частной и должна контролироваться демократически. Борьба против повышения пенсионного возраста – это попытка общества вернуть контроль над собственным достоянием, которое захвачено чиновниками и олигархами. Российское социалистическое движение – это организация левых демократов. Основой политического и экономического строя России будущего должно стать равенство. Равенство социальное, когда не будет сверхбогатых и бедных. Гражданское, когда деньги не будут пропуском в политику. Национальное и гендерное, когда никто не будет дискриминироваться по половому признаку и признаку происхождения. Российское социалистическое движение выступает за демонтаж путинского режима олигархического капитализма. Наше отделение действует в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Иркутске, Екатеринбурге и многих других городах. С 2011 года мы активно участвуем в протестном движении. Организуем митинги и акции гражданского неповиновения. Участвуем в строительстве нового профсоюзного движения под гидой Конфедерации труда России. Участвуем в прогрессивных, культурных и просветительских инициативах. Здесь можно назвать, например, группу «Аркадий Кот» с «Свободное марксистское издательство» или «Общественное пространство стены» в Санкт-Петербурге. Наша цель – объединение всех прогрессивных левых в России в единую политическую силу, которая пришла бы на смену дискредитированным партиям системной оппозиции. Компания «Народ против» уже сейчас объединила огромное количество людей, которые еще вчера не думали ни о какой политике. Недавно я был в маленьком городке на Волге в Угличе, в котором живет 30 тысяч человек. И даже там появилось сообщество «Углич против пенсионного возраста». В этом городе митингов, акций протеста, каких-то политических дискуссий не было уже очень много лет. И тем не менее, даже в таких маленьких городах люди просыпаются и избавляются от пассивности, благодаря которой в течение уже десятков лет существует правящий режим. Мы видим эту поддержку, мы видим ее каждодневно. Люди выходят раздавать листовки, люди приглашают других людей, своих друзей, знакомых в группу. Люди жертвуют деньги на эту компанию. Мы видим впечатляющий пример самоорганизации. И, конечно, очень важно, чтобы власти не удалось разделить этот протест. Сегодня мы видим, что разные политические силы пытаются проводить какие-то собственные партийные акции. Это их право, безусловно. Но мы считаем, что 16 сентября в городе должен состояться единый общегражданский протест. Протест, который объединил бы не только сторонников КПРФ или сторонников Навального, но и всех людей доброй воли. Протест, который стал бы действительно народным, действительно демократичным. И в подготовке этого протеста мы сейчас принимаем самое активное участие. Протест. Продолжение следует... Продолжение следует...